маргарита здравствуйте винограда здравия колесников доброго времени зыкова добрый вечер валентина добрый вечер кальвира доброго здоровья так колесников нет звука буду ждать запись отвечает и наградах звука все хорошо проверяйте у себя маргарита звук есть колесников понятно спасибо переключил на другие видео там звук есть не пойму что случилось так брат здравствуйте антон колесников звук взял бухтияров как всегда на месте из казахстана свинина как всегда на месте наталья доброго здравия получила от вас нож и точилку нож уже испытала на ветке срубленные березы отлично спасибо не обучает успех водит ты должна сделать еще трое но это так лежит бездолага не уже не это в левшей не осталось или среди левшей нет садовода кстати где-то была такая такая статистика что в левшей умнее в среднем умнее нас прошли так что давайте еще это садоводами становитесь 300 рублей я левой рукой пробовал прекрасно точек и ну и лежит бумагу так федосеев здравия николай все здравия артем семенченко здравия строгого дня вы красили скажите я бы не сибирская ягодная насколько хорошо вы знаете вы знаете слово ягодную это много значит она действительно все название сибирская ягодная насколько хорошо она размножается семенами сейчас я себя подворю что потерял не только в виде корнях отводка с первой корневой а и в виде сельцев глубоко залезающей корневой системы так дважды я занимался сельцами лет 15 назад я посадил не сибирки а сибирки которые были на вид одичавшими ранятками кстати сибирка ранятка это такие близко родственники вот очень близкие вырастил привил а потом сказал себе давно их в лесу я еще буду специально вращивать лесу готовые сергей он когда начинал по-своему почему ты где их тысячи ездят само собой ездит но я еще хочу вырастить семен вырастил два года растил привычка наша мы ничего не делаем в этом саду и даже питомники прошло два года пока они стали вот такими что доступными этим доступными на прививку два года ну часть была которая за за год многие медленно росли 8 лет ну и не поливали не удобряли так посадили но это был у нее тоже последний год вот то есть у меня семенами я продаю сейчас я покажу вопрос серьезный тем более я умудрился и половину не продать сейчас вот 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 такое количество где-то одну третью меня купили много или мало сейчас пойдем и так если вы помните там написано 10 рублей одна штучка в скобках плодик берем открываем давайте посмотрим вот так получилось кто-то хотел купить и раздумал вот они это не просто сибирка это средняя между ранеткой и сибирка это в этих случаях там градация идет у меня оккультурена нет к потом нет сибирка у него такие плодики они продаются опасный подставлять вот такие вот так много на мизинце пожарите на свою а это улучшенная я на вопрос отвечаю сибирка улучшенная так потом еще два раза крупнее итак это уже не декаль это уже улучшенная сибирка так то что я называю не по-научному я единственный на планете имею право говорить все что думаю почему вроде даже слова ветром надуло вызвать хохот в академическом зале но у меня туда доступа нет я приятно не стою на трибуне и не учу их академиков выращивать деревья хотя мог поэтому я говорю ветром надуло а вот это уже одещавшая ранетка смотрите это одещавшая ранетка обе не имеют цены но как получилось смотрите 10 рублей теперь я беру сейчас я руками прям наглую а теперь смотрите сюда скажите что они неполноценно вот смотрите как бы показать то я же вам за 10 рублей вот такое высылаю смотрите видите видите и таких здесь стыд позор железу до сих пор не знаю сколько семян в одном этом но сейчас хоть одно уцеплю хоть одно уцеплю вот она семечка видите допустим там таких семечек 6 вот на 10 рублей 6 таких можно купить можно можно вырастить можно и именно одещавшая ранетка даст максимальная морозостойкость то вы нести верьте раз так с одной стороны а с другой стороны она имеет абсолютно совместимость с культурными сортами в науке ранетка является общепризнанным подвоем и никто с этим не спорит и я в верхней сути не спорю с наукой куда я выбросил ее в бесценную я соблюдал мусор и так внимание вот это я каждый из них по нескольку семечек вот это я пытался продать как самое это еще более много стойки потому что еще раз говорю это не чистая сибирь это культурная сибирь вот я пытался продать такой плодик за 10 рублей результаты вы видите а уж о том чтобы когда-то вдруг захотели 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 очень крупные питомники перейти на настоящее подвоем на настоящее вот тогда бы что было у людей перестали бы кинуть деревья от мороза но если учесть конечно что они даже дали настоящее подвоем они все равно выращивают такое дерьмо и это на всю страну а нормальные саженцы выращивают южане это узбеки киргизы и прочее эти самые да кстати казахстан считается самой отстойной зоной вот и у меня есть письма почему-то на казахстан везут даже не с юга хотя и это есть а с россии а можете их обманывать потому что я так удивился когда оказалось огромное количество саженцев попадает в казахстан с россии а где в россии их вращают для казахстана в казахстане бывает в отдельных районах холоднее чем у меня в Сибири там какие саженцы нужны еще раз поглядали попрощались еще месяц они же там прошли какую саженцию естественно в холодильнике плотников мне кажется только вы конечно посадите в схожесть по 100% а кто не верит вот тут есть люди которых уже взошли подтвердите пожалуйста что железо это самое не базар разводит так ну как мог ответил так почилку испытали но тем не менее я не отрицаю что так как у нас леса заражены корневыми отводками да у которых правильно вы пишите поверхностная корневая я не исключаю это только потому что да без центрального корня корневые отводки яблони сохраняя невероятную морозостойкость не могут поднять раз нет центрального корня большой глубины вот но есть вещи которые все таки превалируют самостоятельно корневая шейка у корневых отводков и имеется только перед руками поставьте пятнышко и все она никогда не сгниет как вот эта подлая вещь еще раз покажу эту подлую вещь вот через всю страну через всю страну вот это вот вот это вот через всю страну прислать сгниющей вот плевать вот она уже все сгнило нет прислали а человек мне говорит нет клоновые подвои это великолепно а где взять эти великолепные клоновые подвои я могу вырастить но я один из тысяч а остальные 999 и вот только вот это покупать это дерьмо машине вариантов то нет выбрасывать дарить деньги честно заработанные деньги ну что ж вы творите то дальше поехали а это я делал фотографию так какой же именно то так я не врубливаюсь наверное где-то показал вашу фотографию не знаю что она ваша так наверное была я сейчас не сооружу устал так Снегирев всем доброго с времени суток добра и мира Лобасов добрый вечер всем Константинович в этом году на третий четвертый год уже зацвела ваша волосы виситая волосы виситая волосы будем ждать первого урожая Леонид привет уже стыдно в стороне нет товарища Кишин вот ты что дожили а я приехал в восемь четвертом году сюда в 1980 во всех садах на рынках сотни сотни в йодерах никто не покупал это был ужас было два ужаса первый волосы виситая в сотнях ветра и китайские сливы в сотнях тысячах ветра вот что творилось вырастили никого не надо у каждого свое это это вообще было такое время как потом взялись за это дело ловко взялись а давай улучшать волосы вишни полу кустарнику в которой ветки растут от самой земли вот так нет надо блять сам сделать а штамп любой это от 50 до 90 это битом в голову где Господь Бог создавая волосы вишни которые они растут вот косточка любая взойдет и ветки идут от земли какой идиот первый сказал что любому дереву нужен штамп зачем видели мои прекрасные фотографии вот лучше не бывает на свете а кого я переубедю то против меня один от 1000 этих самых а эти то выпускницы с теми лезвики а Наталья чем вы думали когда писали что надо это самое от 50 до 90 штамп обязательно ну вам внушили вам преподаватель попался такой а ему кто а он прочитал это у своего преподавателя или услышал это то же самое что сейчас гадать ездить на этих на моторах на пару или все таки дизель уже сделан нет будем на пару у нас дров много будем это вся страна в этих березах собственно будем на пару ездить и вот так и случилось позорище нету волос стихи в стране китайские сливы должны быть от сахарина и до самого этого до воркуты кайлининграда я опять разволновался так ну давайте смотрим так нуinci советحت создать надо здравствуйте вопрос когда будет саженства по какой температуре водится у нас десять прогревается до блюда падает вот пока 15 и на нуля пустая боятся сильной жары как появляется солнце то вас будет плюс 20 а под бутылкой 40 варианты промежуточные пробку снимать ставить снимать ставить следить за дождями за прогнозами иногда не ошибаюсь обещает дождь и дождь идет если рядом живете можете знаете как бывает чек снаружи палил а бутылка немножко заглублена вот так вот чтобы срез снежный заглублен для того чтобы бутылка метром не сдула стоит палил снаружи а вот эта вот заглубленная часть мешает туда проникала к свету халю слабо понял а под бутылкой саженец привитый вот этот вот недомерок он даже не заметил значит что ага перейдет дождь ничего страшного здесь и не минус почему бутылку если бутылки не снять крышку и вода туда попадет дождевая первый год вот последний год не так сейчас жарой полностью открыл мне глаза на колодезную воду она у нас и серьезных вещах говорю именно у нас я считаю то что у нас она настолько она у меня пятьдесят метров колодезная вода нас только жесткая настолько насыщенная этим самым сульфатами калия и кальций а кальций а кальций а вот настолько она насыщена настолько это плюс огромный и вот она передается и не замерзаем деревьев это 40 градусов он быть в этом месте это надо разбираться может быть здесь если надо и на самом деле никакой энергетации нет и железа вообще нет и никакой не передается от подвоя просто вода из большей глубины сосис тогда возникает вопрос почему на крыльях отводках тоже не замерзает раз но я два-три я уже рассказывал я просто тема такая вода играет важнейшую важнейшую но это же вода она имеет минус было у меня невероятно лето первое такое лето за все 40 лет когда не было дождей вообще один дождь такой промышкой и я не считаю дождем два дождя с промышкой то своей палец я не считаю дождем поливая не поливая овощи не выросли не дает это вода мертвая колодец да ничего не выросли эти вот такие вот выросли как пальцы морковка вот такая вот такой лучок позор стыд это уже резон вот это ничего не дает поливаешь саженцы одни поливаешь другие нет проходит месяц ничем не отличается вообще ничем полив мертвую воды хоть есть хоть нет одна разу что почему-то не погибли деревья которые вообще не поливал а абрикосы ни разу не палитые молодые метр-полтора дали прирост и полтора до двух метров и это всем зафиксировано вы мне же знаете об этом но эта вода мертвая нам нужно запасаться водой с этого с неба обязательно раз молит бога чтобы дожди были регулярны два вот и и получается что попадает вот такая вот вот такое лето смотрю я наблюдаю и вижу окукливаются и дальше ветки не растут нет воды ростовые почки превращаются в плодовые я сделал десятки таких фотографий почки превращаются в плодовые вот все готовишься к большому рожаю а посмотрим будет лед в этом году после дико-засу супер-рожай он коснулся только абрикосов тот самый 10,20,30,40 гривен дерева это только абрикосы все остальное как обычно деревья страдали дико-засу дали мало веток помните я отказывал вот яблончельков не хватило груш не хватило вот потому что они просто не росли окукливались и все становились ростовые почки и ветки становились плодовыми вот это было еще раз говорю и огромная разница вода с неба и вода колодезна а колодеза по-настоящему мертвая ничего не дает вообще это у меня эмоции из меня вылезли это даже не наука это мои нервы и и и